Всем привет! Эльгений на связи. Попался мне сейчас ролик в ленте ютуба психолога одного, миллионника, да, у него миллионный канал, и он там, значит, втирает, значит, за какого мужчину желательно выходить замуж. И вот признак зрелого взрослого мужчины, это когда он готов взять ответственность на себя. Всю ответственность, вот это зрелый мужчина, это взрослый мужчина, он должен брать ответственность в свои руки. И вот мы бесконечно слышим этих психологов, которые рассказывают нам, и прочие консультанты семейные, зачастую у которых самих нету, по пять раз женатые и разведенные, блин, по 38 раз, но зато они семейные психологи, да, ну, некоторые, может, один раз женаты, но это не важно. Короче, мужчина должен брать на себя всю ответственность. И это они с таким умным видом рассказывают, хвалятся, что у них вот корочки есть, у них диплом, они окончили психологию, вот это все получили, да. Слушайте, хоть бы один сказал, ну, правда, не, может, такие где-то есть, но в основном те психологи, которых я вижу, это психологи с очень низким уровнем сознания. Вот им просто внедрили определенную программу их учителя, где они учились, шаблонную систему подхода к человеку, схема определенная, форма формальная, вот рамки определенные, за которые границы, они не выходят. Нету гибкости, нет индивидуального подхода к человеку, глубоко войти в его причину, во все причинно-следственные связи, найти там что-то и так далее. То есть проработать там действительно с человеком, с его сознанием, глубину его проблемы. Все шаблонное. Мужчина должен, надо найти, вот мужчину взрослого, зрелого, это значит ответственность. Женщины, послушайте, мужчина что, женится на больной, неадекватной женщине, за которую он должен нести ответственность? Мужчина несет ответственность за жену, за все в семье. Вы рехнулись что ли? Я понимаю, если у вас женщина неадекватна, если вы женились на женщине, у которой, ну как говорится, они все дома, тут я согласен, вы за нее должны нести ответственность. Конечно же, потому что она кунуть выйдет и мало ли что там она совершит. Да, вот здесь в этом случае, конечно, должны нести ответственность. Но если ты здоровая, блин, адекватная женщина, то вы вдвоем. Вообще-то я думаю, что двое должны нести ответственность за все, что у них будет происходить. За детей, за семью, за отношения, за быт, за финансы, за все. А здесь мы видим исключительно перекладывание ответственности. Мужчина зрелый должен быть вот такой-такой. Слушай, ну оба вообще-то, оба зрелых человеков входят во взаимоотношения и несут за все ответственность, за финансы, за все. Муж ответственен за жену. Я женат в 18 лет. Я за свою жену не ответственен. Почему я должен быть за нее ответственен? У меня вполне здравая, адекватная женщина, которая сама может нести ответственность за себя. Почему она должна быть за меня или еще какую-то ответственность брать? Это бред. Два взрослых человека, значит, двое несут ответственность. А все вот эти перекладывания ответственности, это только для недееспособных. Это как говорят, мужчина должен ухаживать за женщиной. Он должен бегать за ней, добиваться ее. С какого хрена нужно бегать за женщиной? Мужики, послушайте. Если женщина ведет себя таким образом, что вы должны за ней бегать и добиваться ее, но это говорит, во-первых, о вашем низком уровне сознания и о очень примитивном уровне сознания такой женщины. Вообще-то взрослые люди, они просто могут договариваться, а не играть в игру «Поймай меня, если сможешь». Это бред. Взрослые люди, им достаточно просто договориться, вдвоем принять решение и вдвоем нести ответственность. Вдвоем работать. Вдвоем быть ответственными за детей, вдвоем быть ответственными за финансы. И не важно, кто сколько зарабатывает, кто больше, а кто меньше. Заработали, принесли в общую копилку, распределили оба, вдвоем взяли и распределили в финансы. На что потратить, что купить, что в приоритете поставить, что в чем, не знаю, потерпеть и так далее. Два взрослых человека вообще-то вступают в отношения. Два адекватных. Ухаживать нужно за женщиной. Повторяю, ухаживать нужно только за неадекватными, недееспособными и больными. За здоровыми ухаживать не надо. И тем более бегать, догони меня, если сможешь, да, там, овладеешь тогда мной. Ну, блин, бред. Никогда в жизни не бегал за женщинами. Никогда не бегал. Зачем бегать? Предлагаешь? Нет? Нет. До свидания. То есть, взрослый мужчина, зрелый мужчина никогда не женится на такой неадекватной женщине, где только один мужчина должен брать ответственность за жену, за детей, за быт, за финансы. Это получается, что вы двоих детей родите, а у тебя жена будет, ты в качестве третьего ребенка сидеть дома, правильно? Ни за что не ответственная, да? И ты только вкалываешь, херачишь, оленячишь, да? А она, муж, за все взял ответственность. Это абсурд. Два взрослых человека несут вдвоем ответственность. Вдвоем в отношения вступили, сексом вдвоем занимаетесь, детей вдвоем создали и так далее. Значит, все вдвоем и несете. За все вдвоем и отвечаете. Вдвоем принимаете решения, вдвоем все взвешиваете. Все. Вот это, по моему мнению, хороший, зрелый фундамент двух зрелых людей, у которых твердый фундамент в отношениях. Все. Надо, ребят, обращайтесь ко мне по семейным вопросам. По могучим смогу. Без шаблонов.